Добрый день! Вас приветствует команда Ведопульс. И мы начинаем очередную встречу без галстуков. Попрошу поставить в чат по 10-бальной системе, как меня слышно. Все меня слышат замечательно. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Вопросы. Было прислано несколько карточек и вопросов. И по этим карточкам и вопросам мы сегодня поработаем. В завершении те наши слушатели, кто присутствует, могут задать свои собственные вопросы, уже не иллюстрированные карточкам. И по возможности я на них отвечу. Но надо вам сказать, что не на все карточки, что прислали, я смогу вам ответить. По некоторым техническим причинам. И я хочу заострить на них ваше внимание, чтобы они в дальнейшем не повторялись. И такие досадные технические оплошности не мешали развиваться вам и нам рассказывать, отвечать на все ваши вопросы. Первый момент, он технический, состоит в особенности пересылки данных. Об этом всем вы, конечно, знаете, но почему-то иногда забываете. Если вы что-то забыли, вы всегда можете обновить свои знания на нашем сайте в разделе обучения. И один момент касается пересылки данных. Нам надо пересылать те данные и архивировать ту папочку, которая названа в формате студент с номером. И дальше идет, где закрашена фамилия в том виде, как вы назвали карточку. Некоторые карточки при разархивации были вот в таком виде. То есть эта информация уже находится внутри. И надо архивировать внешнюю карточку. И к тому же не был приложен еще один файл, который является файлом, необходимым для веда пульса. И поэтому часть данных теряется, и мы не можем отвечать на эти частичные данные. То есть посмотрите обязательно видео урок. Вы видите ссылку на этот видео урок в чате. И поступайте соответствующим образом. Следующий момент у ни в одной карточки это было. Подзабыли немного, как работать с экстрасистолами и в целом, как вычищать артефакты. Карточки желательно присылать уже готовые к использованию, чтобы я мог сразу их анализировать, отвечать на ваши вопросы. А не терять примерно столько же времени на вычищение артефактов из карточек. Наиболее частая ошибка в присланных карточках состоит в том, что вы пропускаете экстрасистолы. Вот один пример из присланных карточек. Ее легко заметить. То есть, во-первых, это все выделяется программой, желтым цветом. И вы видите, что один интервал он короткий, второй в два раза длиннее. Вот эта комбинация называется экстрасистол. Для этого существует опять же видео урок, уже записанный и доступный вам всем. Чтобы убрать экстрасистолу, мы убираем три подряд следующих интервала. И вы видите, я специально поместил это, сделал на скриншотах, чтобы все было понятно. Вы убираете один интервал перед желтым и непосредственно вот эти два желтых интервала. Но это все требуется для хорошей работы ведопульса. И так работают алгоритмы кардиоинтервалографии. Посмотрите и другие уроки, обновите в своей памяти. Если вдруг кто-то что-то забыл, то вы все вспомните. И будете во все оружие присылать хороший качественный материал. Ну и, соответственно, анализировать сами этот же качественный материал. Еще один момент, связанный с так называемым стационарным периодом. То есть человек при записи кардиоинтервалографии должен находиться в спокойном состоянии и в однородном состоянии. Вот такие записи с большими перепадами показывают, что человек находился в разных состояниях. И по большому счету такая карточка не подходит для анализа. Она нуждается в перезаписи. Обязательно помните, что не надо записывать информацию с человека, когда он только что прибежал. Особенно, если он вам опаздывал. Либо тем более он куда-то торопится. Он будет на нервах. Он будет в состоянии напряжения. И это все повлияет на качество нашей записи. На этой записи я специально вам выделил принципиально три разных стационарных перевода. Человек за пятиминутную запись побывал в трех состояниях. И анализировать их единым блоком есть определенные искажения. По скатерграмме мы видим, что возбуждение сердечно-сердца было преимущественно в двух блоках. Это все будет сказываться на качество записи. Если вы видите вот такие записи, во-первых, подождите, пусть человек посидит. Когда только человек зашел в помещение, ему надо 10-15 минут для адаптации к помещению. Для того, чтобы выровнялась его температура тела. Особенно это касается зимнего периода, да и летнего периода. Когда есть перепад между температурой в помещении и температурой на улице. Даже если он приехал на машине, все равно есть определенные перепады. И наша вегетативная нервная система должна войти в стабильное состояние. Человек должен посидеть, желательно в том месте, где вы будете записывать его. Должен успокоиться. Отключить все свои девайсы. И когда он сидит и ждет, не листать, не читать различные электронные девайсы. Находиться в спокойном состоянии. Чем он лучше, так скажем, успокоится, придет в одинаковое стационарное состояние, тем будет качественней ваша запись. Наталья спрашивает, где была экстрасистола. Посмотрите уроки. И там все будет подробно показано. Там будут разные варианты экстрасистол. Общее правило такое, что компенсаторная пауза идет за экстрасистолой. То есть в данном варианте, сейчас я вернусь на предыдущий слайд, сама экстрасистола, вот она, я ее показываю. За экстрасистолой идет компенсаторная пауза, вот этот промежуток. Но удалять необходимо по правилам еще предыдущий кардиоинтервал. Удаляется три кардиоинтервала. Вот эти основные моменты, на которых я хотел обратить ваше внимание. И теперь переходим к непосредственно карточкам. Данная карточка была мной откорректирована. То есть уже сразу вы видите красные промежутки. То, что было исключено из анализа. Это наличие вот таких экстрасистол, которые я вам показывал. Плюс желтые интервалы были оставлены. Это дыхательная аритмия. То есть уже вот смотрите. Сколько у человека симптомов, касающиеся сердечно-сосудистой системы. Их достаточно много. Плюс это мужчина 59 лет. Для этого возраста дыхательные варианты, они не характерны. То есть это опять же говорит о определенной неслаженности работы в кардио-респираторной системе. Это бывший спортсмен, кандидат мастера спорта по вольной борьбе. В настоящее время находится на тренерской работе. Явно у него есть проблемы и с вегетативной нервной системой, и с ритмом сердца. Теперь мы это разберем более подробно на его примере. Мы идем по карточкам, по очереди. И анализируем спектр. Видим вот такую картину. Смотрим. ТП. Показатель общей мощности спектра. Его энергия. Казалось бы, на первый взгляд, великолепная. Даже выше нормы. Но мы к этому еще вернемся. Хорошо ли это в данном конкретном случае или нет. Как должен быть распределен спектр между тремя составляющими? Это LF, HF и VLF. Чисто визуально должна быть вот такая равномерная опускающая кривая. Я вот ее рисую в данный момент на экране. И вот всегда представляете вот эту вот кривую. И вы видите, что вот в этой области красная часть маленечко не дотягивает. Зеленая часть она в избытке. То есть параметр LF он недостаточный. Параметр HF он избыточен. И еще можно сказать то, что вот нижняя часть параметра HF, особенно с вот такими вертикальными большими пиками, она говорит о перегрузке поясничного отдела позвоночника. Там есть выраженное напряжение. То есть это уже можно сказать по спектру. Дальше смотрим следующие вкладочки. Мы видим гистограмму. Она достаточно низкая. Нет выраженных пиков. Они все ровненькие. Но находятся на достаточно низком уровне. Меньше 0,3. Я специально очертил на слайде эту линию. Это говорит о ригидности ритма. И о, ну, с одной стороны, низкой цене адаптации. Но низкая цена адаптации, она не всегда хороша на самом деле. Желательно ее иметь в зеленой зоне. Она может указывать на начинающихся, либо проявляющихся застойных явлениях. И это мы сейчас увидим у данного человека. Мы смотрим его индексы. И что мы видим? Индекс морфо-функционального состояния 40%. Достаточно низкий. А все другие, ну, как бы номинально очень хорошие. То есть цена адаптации низкая, скорость биологического старения низкая, уровень стрессового напряжения низкий. Но все это вместе, вот эти три параметра на низких значениях, особенно на низком индексе морфо-функционального состояния, это проявление синдрома застоя крови. И в скором времени Олег Викторович прочитает вебинар, показывающий связь традиционной китайской медицины и аюрведической медицины. И как раз вот эта вот карточка, так скажем, случайно-неслучайным образом попавшая к нам, является классическим вариантом, показывающим синдром капха-питта-викрити с недостатками вьяны. И это один из показателей. И теперь я вам проиллюстрирую это. То есть этот человек обладает двойной конституцией, то есть выраженная у него капха и питта. И вьяна, показатель, он самый низкий. Он вообще у него самый низкий из всех вариантов. И с позиций меридианов это тоже достаточно хорошо у него видно. Можно увидеть максимальные меридианы у него. Это меридианы селезенки поджелудочной железы и сердца. Селезенка является матерью крови. Сердце является, так скажем, насосом и эмоциональной составляющей, физической составляющей для перемещения крови и влияет на кровоток. И вот эти максимальные меридианы, они с двух сторон контактируют со сниженными меридианами. Это показатели выраженного блока. И этот блок связан с кровообращением. И вот так с позиций как традиционной китайской медицины, так и с позиций аюрведической медицины, мы видим конкретные показатели. Так, поступил вопрос. Если мы исключили из обработки более 13 кардиоинтервалов, то такое исследование некорректно. В случае со спортсменом было удалено более 13 интервалов. Как быть? Главное – это общее количество, что осталось. Есть идеальные условия. Они, ну, как бы один из идеалов вы озвучили. Я его прочитал. Но нам надо работать с пациентами. Многие из них очень далеки от идеалов. И в таком случае это правомощно. Вопрос в том, не сколько мы удаляем, а сколько у нас остается. И наверняка вы помните, ни один специалист вам говорил такую фразу, что если выражены сердечные изменения у человека, надо больше по времени его записывать. С учетом того, что нам придется править его запись. И главное, чтобы осталось для анализа более 300 кардиоинтервалов. И мы будем рассматривать в основном сложные случаи, которые в идеале, ну, они не укладываются, они далеки от идеала. И, так скажем, в этом и состоит цель наших занятий, потому что есть такое правило, что новички работают по правилам. А специалисты уже работают с исключением. И когда вы увидите этих много исключений, вы поймете, как с ними работать. Вы в каждой записи будете искать не правила, а исключения. И понимать, чем эта запись, этот конкретный случай особенный. И вы таким образом научитесь работать индивидуально с каждой карточкой, а не подгонять их под какие-то определенные шаблоны. Да, они существуют, и они нужны в определенных случаях. И мы будем рассматривать разные моменты. Теперь переходим к следующей карточке. Это та запись, о которой я говорил, что она записана в разных стационарных периодах. Можно уже вот на этом остановиться и просто перезаписывать ее. Но все равно, даже просмотрев ее, мы можем увидеть различные симптомы дисбаланса. Есть некоторые показатели, на которых можно останавливаться, на тех, на которых не стоит останавливаться. У меня я их не анализирую. И еще поступил вопрос. Я сказал о пояснице, о пиках, где можно об этом почитать, об этих частотах. Ну, где конкретно почитать, я вам не могу сказать. Это связано с именно частотными характеристиками. Но это не фоль. Это мне об этом сказали люди, которые занимались очень давно с кардиоинтервалографией. То есть это практические наработки специалистов, которые уже более 10 лет с этим занимаются. Описано ли это где-то в какой-то литературе, я не знаю. Я таких данных не встречал. Но то, что вижу на своей практике, это работает практически 100%. Может быть, когда-то я сделаю вебинар и об этом расскажу. Сейчас я не готов об этом говорить. Что мы видим на записи? Мы видим максимальный пик показателя VLF и практически нулевые показатели LF и HF. При этом формируется очень высокий уровень ТП. То есть, значит, он формируется за счет центральных механизмов. Мы помним, что VLF не должен превышать сумму LF и HF. Это говорит о централизации механизмов регуляции и о том, что это все будет направлено на снижение ТП. Но ТП достаточно высокий, так как это человек спортивный, он активно работает с собой, то он нагоняет себе искусственно этот ТП. Но идет ли это ему на пользу – очень большой вопрос. Скорее всего, нет. То есть, этот график показывает о ригидности регуляции и о ее централизации. Цена адаптации достаточно низкая. И она, опять же, указывает на застойные явления. И вы видите, что, опять же, по этим графикам, что есть два момента. Вот один момент, вот другой момент. Даже если все эти графики сложить, то есть, ну как бы сплюсовать в одну таблицу, все равно уровня 0.3 он не будет превышен. И поэтому это тоже состояние застоя. Несмотря на выраженную физическую активность, это все равно застой. Это происходит по очень простой причине, что человек перегружает одни мышечные группы, а с другими не работает. Либо он загружает одну сторону своей жизни, физическую, но не работает на эмоциональной, либо интеллектуальной сфере. У него есть выраженный дисбаланс между сферами жизни. И мы видим практически такую же ситуацию, как в предыдущем случае. Низкие показатели цены адаптации, скорости биологического старения и уровня стрессового напряжения. При индексе морфо-функционального состояния в районе 50%. По субдошам мы видим также очень низкую вьяну. Но другие показатели у него в другом соотношении. То есть я не могу сказать, что это чисто такой же классический вариант, как первый случай. Но он к нему очень близок. И момент, вы всегда можете посмотреть, высокий уровень ТП – это хорошо или плохо по вкладке биоэнергетика. Там есть показатель мощности энергетического поля. И вы видите, что несмотря на ТП более 7000, мощность энергетического поля-то составляет 88%. Эта мощность рассчитывается из нескольких показателей. И она показывает, как ведет себя в том числе ТП на разных уровнях. И бесконечно его увеличивать не имеет смысла. Он должен быть в определенной группе. И это говорит, раз данный человек занимается спортом, о перетренированности. О том, что его нагрузка, во-первых, неадекватна его текущему психофизиологическому состоянию. И она, так скажем, однобокая. То есть, какую-то сферу своей жизни и какие-то каналы он прорабатывает запредельно, а другие простаивают. Поэтому наблюдается такой перекос энергии. И к этому у спортсменов очень часто приводят то, что, по большому счету, спорт высших достижений, это, так скажем, для здоровья очень-очень плохо. Но человек за счет волевых и психоэмоциональных параметров, он держится на этом. И при этом гробит свои определенные системы. И вот эти все индексы как раз указывают на это. То есть, данному человеку надо снижать его физическую нагрузку и заниматься уже, например, растяжками. То есть, аэробные нагрузки ему надо заменить на аэробные, но не на силовые, а на другой тип нагрузок. Например, на координацию движений. То есть, это уже можно индивидуально с человеком пробовать и смотреть. По предыдущему случаю, там, наоборот, скорее всего, не хватает аэробных двигательных нагрузок. И хорошо также применить растяжку и особенно растяжку позвоночника. И это даст ему определенный эффект. И все это отслеживать хотя бы раз в неделю на ведопульсе. Следующая ситуация. Женщина 20 лет страдает астмой и аллергией. В присланном файле было несколько ее записей. Но общее, что мы видим. Проскальзывают некоторые экстрасистолы. Вы видите, вот красным я вычищал, удалял. Но желтые – это дыхательная аритмия. Опять же, дыхательная аритмия для подростков характерна, но ей уже 20 лет. Это уже говорит о вегетативном выраженном дисбалансе. Как проявляется этот вегетативный дисбаланс? Он проявляется пляской на всех уровнях спектра. То есть, вот смотрите, в норме должно быть вот такое снижение. Эти графики вы можете посмотреть и почитать в специальной литературе по кардиоинтервалографии. Это, так скажем, научная и медицинская литература. Мы видим, что центральных механизмов регуляции явно не хватает. Преобладают симпатические и парасимпатические. То есть, вегетативная нервная система значительно преобладает. И она между собой дисбалансная. Энергии много, даже больше, чем у предыдущего спортсмена. В ней 9000. Но идет ли ей это на пользу? Смотрим, опять же, соотношение ее мощности энергетического поля. Несмотря на ТП-9000, мощность энергетического поля составляет чуть меньше 36%. Это крайне мало. И оптимально по мощности энергетического поля, визуально, здесь должен быть ровный зелененький круг. Это оптимальный вариант. Мы этого не наблюдаем. Смотрим. Показатели. Да, застойные явления у ней присутствуют. Я думаю, вы их теперь уже видите и понимаете. Но уровень функционального состояния, он выше. 60%. Так как все это основано на вегетативном дисбалансе, то есть достаточно простой способ его нейтрализации. И, так скажем, человека можно научить управлять своей вегетативной нервной системой. Как я вам просто покажу отчет нашего пользователя, который это уже сделал. И этот способ лучше всего подойдет. Этот пользователь у нас присутствует на сегодняшнем занятии. Может быть, он еще добавит что-то от себя, пару слов в чат. Конечно, при его желании. Вот его письмо. Ну, как бы карточку я не смог приложить. Там есть технические моменты определенные. Вот мой результат работы с видопульсом за 3 месяца с начала использования. Самое главное для меня почти полностью избавился от экстрасистол. Наличие экстрасистол и вот этой дыхательной аритмии можно между ними ставить знак равенства. Он пишет дальше. Иногда появляются экстрасистолы после плохого сна ночью. Как я этого добился? Научился правильно дышать, но над этим нужно еще работать. Человек понимает, что он достиг чего-то очень хорошего результата. Но есть над чем работать. И почти с самого начала дышу эфирными маслами. Эфирными маслами используют ингалятор для носа долфин. Такая технология имеется в виду. И многие ее незаслуженно забывают, считают, что это больше игрушка. Это раздел и блок медитации, основанный на биоуправлении. Человек включает этот раздел и распускает цветочки. Ориентируясь либо на визуальный критерий, либо на уровень, Как с легкой руки, это было названо стаканом с жидкостью. Этот образ прижился лучше всего среди наших пользователей. И задача держать уровень жидкости выше того уровня, что определила программа при начале записи. Это самый лучший способ коррекции вегетативных проявлений, будь то связанных с артериальным давлением, с нарушением ритма сердца, с такими проявлениями, которые ведут к нарушению ритма дыхания, возникающих при бронхиальной астме, при различных аллергических проявлениях. Это также вегетативный дисбаланс. Все это хорошо поддается планомерной работе с дыханием и с работой по принципу биологической обратной связи. Человек дальше спрашивает. У меня вопрос по медитации. Распускание цветка. До какого максимального уровня можно расслабляться? Ну вот он дальше пишет, что высота стакана завязана на продолжительность миллисекундах и арзубцов, и если расслабиться сильно, то может возникнуть брадикардия. Стоит ли это делать? Кардиолог в поликлинике говорит, что это нужно делать. И о себе. Человеку, это мужчина 58 лет, но есть проблемы с сосудами, сердце с возрастными изменениями. То есть человек 58 лет с органическими изменениями изменил себе многое за 3 месяца работы. Если вот эта девушка в предыдущем варианте будет работать, ну, хотя бы половину этого срока, но реально работать, она тоже избавится от своих дыхательных проблем и аллергических проблем. Какие ответы на этот вопрос? Да, кардиолог прав, что надо расслабляться и надо работать. Но вы ставите жесткую привязку и думаете, что всегда будет у вас вот этот уровень. На самом деле нет. Программа каждый раз определяет ваш уровень. И если вы работаете регулярно, и у вас все хорошо, замечательно получается, программа усложняет задачу. И вот этот уровень будет меняться. Он непостоянный, и он зависит от вашего функционального состояния. Не бойтесь расслабляться сильней. Иногда даже более сильное расслабление не приведет к брадикардии меньше 60. И это только в режиме тренировки. И еще обязательный момент, о котором я хочу сказать всем пользователям, что вот работать по этой картинке – это первый шаг. Второй шаг. Можно с него сразу и начинать. Подключать к работе определенные дыхательные тренажеры и дышать в определенном ритме. Для этого требуются таймеры. И такой таймер вы можете скачать по ссылочке, что появилось сейчас в чате. Суть этого состоит в следующем. Что есть определенное соотношение вдоха и выдоха. Это соотношение 1 к 2. Вдох активирует симпатическую нервную систему, активирует нашу активность. Выдох активирует парасимпатическую нервную систему и позволяет накапливать энергию. И накопление должно быть физиологически в два раза больше, чем расход энергии. И мы каждую секунду, каждую минуту это делаем несколько раз. И все это происходит постоянно, потому что мы дышим. И если мы будем тренироваться с учетом таймеров для дыхания, самый простой режим это 2-4. То есть вдох 2 секунды, выдох 4 секунды. Следующий режим 3-6, либо допускается 3-7. Дальше 4-8. Выдох можно потом увеличивать. И обязательное условие, что выдох делать животом. Включая диафрагмальное дыхание. Если мы повышаем экскурсию диафрагмы на 1 см, это увеличивает объем вдыхаемого воздуха на 100 мл. А повысить экскурсию диафрагмы в районе 12-13 см может практически любой человек. Но опять же, при регулярных занятиях. А это объем вдыхаемого воздуха и получение кислорода в объеме больше 1 литра. Это очень хороший показатель. И вы это можете делать всегда и везде. Так что обращаю ваше внимание на данный модуль медитация и на совместное использование модуля медитация с таймером для дыхания. Следующий. А, ну и еще такой момент. Автор этого, так скажем, достижения у нас с нами сейчас присутствует. Может, поделитесь в чате, напишите пару слов на тот момент, какие вы используете эфирные масла. Вы эфирные масла использовали по рекомендации Ведопульса, что есть у нас рекомендация ароматерапии, либо использовали какие-то свои наработки. Вот это было бы интересно всем слушателям. Напишите, пожалуйста, свой ответ в чате. А я пока буду рассказывать дальше. Следующий цикл вопросов. Он по поводу мужчины 30 лет. Там было два обследования, и написано, в каждом обследовании есть один сердечный цикл, окрашенный в желтый цвет. Снять такой артефакт не удается, так как выключаешь изработки один, окрашивается следующий. Ну, вот это мне как-то непонятно. Вроде оставлять до пяти артефактов это допустимо. То есть в данном случае это дыхательный момент. То есть программа окрашивает в желтый цвет те промежутки, которые отличаются на 20% от предыдущего. Такое возможно и в основном характерно для подростков, но бывает очень редко и у взрослых людей. Вот мы видели сегодня несколько карточек, все люди взрослые, и у них появляются данные моменты. Конечно, акцентировать свое внимание на одном, на пятиминутную запись, можно на это не обращать внимания. То есть это допускается. Но опять же, смотрите и внимательно проверяйте, не экстрасистола ли это. Следующий вопрос. Довольно значительная разница при распределении энергии по меридианам между обоими обследованиями, проведенными примерно в одно время. Что это значит? Исследования были проведены через сутки, время одно и то же. Ну, я думаю, вас смутило, тут больше на самом деле не такая разница, сколько визуальный эффект. На одном есть розовые, на другом нет розовых значений. Я специально поставил красные стрелочки на тех меридианах, которые принципиально группу слою не поменяли. И вы видите, что их здесь большинство. То есть изменения есть, но всегда у нас есть меридианы, которые более активно меняют свою функцию, и есть меридианы, которые менее активно меняют свою функцию. То есть я бы не сказал, что данные меридианы и данная разброска энергий, она уж так значительно отличается друг от друга. Основные моменты, они являются общие. И я стрелочками показал, сколько меридианов осталось в том же состоянии. Почему это происходит? Ну, очень простой ответ, что это человек с ведущей Дошей Питта. И Питта, она находится в дисбалансе. То есть ее значение выше пяти. Есть дисбалансная Доша, и она выводит из нормы все остальное. И идет определенная в том числе пляска, связанная с вегетативной нервной системой. И это отражается на меридианах. И вот в этом, имеется в виду вот это исследование. Здесь один только в зеленом спектре. Да, это просто показатель общего дисбаланса. И то, что мы наблюдаем гистограмму без выраженного пика, говорит о том, что для человека это стабильное состояние. То есть позиции Доша, оно нестабильное, но человек застабилизировался в этаком нестабильном состоянии. То есть сдвинуть его из этого состояния будет достаточно сложно. А где эпицентр этой нестабильности? Мы сейчас узнаем. Следующий вопрос. Ну как бы не вопрос, а рассуждение. И он иллюстрируется определенной схемой работы. По цифрам понятно, блокировка энергии по каналам желчный пузырь и желудок прослеживается в обоих обследованиях. Я думаю, автор прекрасно понял что есть определенные моменты, которые являются ключевыми. И был проведен анализ, который я давал в летнем ведомарафоне и рассказывал о способе нахождения вот этого ключевого момента. То есть он рассчитывается по определенной формуле. Как бы исходная табличка вы видите на экране. Кто желает ознакомиться с этой методикой, можете обратиться к вебинару «Продвинутые вопросы рефлексотерапии», методики рефлексотерапии. И вы узнаете об этом способе. И вы правильно заметили, что в обоих случаях вот ось. Два канала задействованы. И через них необходимо работать и восстанавливать. Но главный – это все-таки желудок. Лучше у этого конкретного пациента пойти через нормализацию пищеварения и работой с этой системой. Это скажется на желчном пузыре и таким образом будет восстанавливаться. Но это наш продвинутый пользователь. Она постоянно участвует в различных наших тренингах, вебинарах. И она дальше применила и другую продвинутую технику. И пишет. «Я так понимаю, что молодой человек имеет отличные данные по телу. Спортом не занимается совсем никак. Очень симпатичный, очень скромный, тихий, незаметный. А ведь у него такой огонь в печени. Его просто рвет. Он сам понимает, что что-то не так. Все меридианы раскиданы в напряжение и истощение. Эмоции точно заблокированы. И показывает определенные цифры, говорящие об этом. То есть, есть методика, которая оценивает уровень блока. То есть, один уровень – это меридиан заблокирован, а второй уровень диагностики – это уровень поражения. Не меридианальный, а на триединстве – тело, эмоции и интеллект. В данном случае это все связано с эмоциональным блокированием. Показатель 0.7. И этот показатель вы можете высчитать. Методику, как использовать эти показатели. Я рассказывал в тренинге, где моя энергия, как я восполняю ЦИ. Вебинар называется «Диагностика». И мы видим, что это человек Питта. Для человека Питты важны эмоции. Но в данной ситуации его эмоциональный канал является закрытым. Но эмоции-то есть, они же никуда не деваются. У него эмоции в дисбалансном виде. То есть, Питта дисбалансная. То есть, этими эмоциями он сжигает сам себя. И я сам, конечно, не видел пациента. То есть, вот какое есть описание, такое я вам его и предъявляю. И человек не проявляет этих эмоций. Это видно из данного описания. То есть, вся его эмоциональная жизнь, весь его эмоциональный накал, он происходит внутри. И поражает определенный уровень. И этот уровень, ну, выходит из баланса. И повреждает все тело человека, мешает ему жить. Что можно порекомендовать такому пациенту? Ну, на более простом уровне, это, опять же, дыхательные практики. Потому что они позволяют стабилизировать вегетативную нервную систему. Так как задействован уровень пищеварения, каналы главные, это желудок и желчный пузырь. То это режим питания, состоящим в следующем. Кушать небольшими порциями, но почаще. И восстанавливать как режим питания, так и объем питания. Обязательное употребление жидкости. Чтобы жидкость была у данного человека. Потому что она выгорает за счет большого показания ПИТП. И более сложный вариант, так как вы сами прошли, ну, автор этого вопроса, этого случая, тренинг. И знаете, как работать уже с телесной, эмоциональной, интеллектуальной сферой. Проведите ему это тестирование. Тестирование по ведопульсу выведите. Проведите с ним психологическое тестирование. То, что было на первом вебинаре серии «Где моя энергия». И проработайте вот эти все области. Научите его, как вести дневничок ежедневный. Научите всему тому, что вы уже умеете. То, что вы используете. И этим вы сбалансируете его доши. И научите проявлять те энергии, которые он не проявляет, а закрывает. Вот основные рекомендации. На этом карточки и примеры, присланные у меня, закончились. Сейчас я посмотрю, какие вы вопросы задавали. Вот еще один наш пользователь подтверждает, что он использует этот расчет. Очень удобно. Вопрос, как выглядит дыхательная аритмия на ЭКГ. Сейчас я посмотрю. Так скажем, с позиции кардиоинтервала граммы она выглядит вот так. Вы можете зайти на наш сайт, посмотреть уроки по обучению. Там будут эти примеры. Все подробно расписано и показано. Принципиально дыхательная аритмия – это отличие от текущих других кардиоинтервалов более чем на 20%. Но при этом это не должна быть экстрасистола, либо другие варианты. Все эти варианты представлены в наших обучающих роликах. Спрашивают, сколько капель эфирного масла надо на ванну. Если по конкретной методике Константин использовал дыхание, если он ванны использовал, может быть, он вам ответит. На самом деле, это зависит, с какой целью вы применяете эту эфирную ванну, так скажем. Если просто с целью ингаляции, то достаточно 2-3 капли, особенно для начинающих. Я в каких-то вебинарах уже упоминал об этом, но повторюсь. Но помните, что эфирное масло не растворяется в воде. Если просто на водичку, на ванну брызнуть, то это то же самое, что и вокруг стенки помазать. Это будет просто в воздухе. Для этого ванна просто как теплое место, которое расслабляет. Это один момент. Можно растворить все-таки в воде одним хитрым способом. Добавить также для начинающих не более 5 капель эфирного масла на ванну. Растворяем ее, эфирное масло в молоке. Желательно жирностью более 3%. Размешиваем это, выливаем в ванну. И потом в ванне уже размешиваем. Либо другой вариант. Можно накапать в шампунь. И шампунь уже потом влить и вспенить в ванне. Может быть есть какие-то еще варианты. Я вот люблю вот эти. Так, Наталья спрашивает, а с провалами что делать? Ну, не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Если у вас есть такие конкретные случаи, присылайте на следующую нашу встречу без галстуков. Некоторые провалы, они связаны с движениями пациентом. И если вы видите, что возникают какие-то артефакты от движения, то лучше их просто удалить. Но опять же здесь надо обращать внимание на общее оставшееся количество кардиоинтервалов. Чтобы, еще раз напоминаю, получить развернутый ответ. Присылайте конкретные примеры. И мы эти примеры будем с вами разбирать. Спрашивают. Хотелось бы побольше узнать об индексах. Где об этом можно почитать? Ну, очень много пишется в этом, в книгах такого автора, как Баевский. То есть, они есть в интернете. У нас есть статьи. При обучении рассказывалось об этом. То есть, об индексах можно узнавать как бы бесконечно. Они постоянно появляются. Но это надо, так скажем, держать руку на пульсе. И мониторировать постоянно общество, которое занимается кардиоинтервалой графии. Но в основном эти данные иностранные, потому что, к сожалению, кардиоинтервалография в Российской Федерации не так популярна, например, как более стандартное ЭКГ-исследование. Хотя кардиоинтервалография позволяет получать намного больше сведений. И вам вот дана ссылка, что об кардиоинтервалографии можете читать исследования и монографии таких ведущих ученых. с мировым именем, как Баевский, Михайлов и Флейшман. Раз вы это уже читали, значит, теперь применяйте и научитесь изменять эти индексы своими действиями. И теперь напишите в чате, что вам больше всего понравилось, что запомнилось, какую технику, какую интерпретацию вы хотите в своей практике. И запишите это за 30 секунд. Жду ваших ответов в чат. Не стесняемся, делимся своими наблюдениями. Пишите, что вам больше всего понравилось. Так, первый ответ есть. Больше всего вдохновила медитация. Продвинутые техники рефлексотерапии. Роза. Ну, это имеется в виду медитация. Еще раз медитация. Да, если вы не знакомы с медитацией, то присоединяйтесь к ней. Методика психологического тестирования. Это пишет тот человек, который знает, как это делать. Он вдохновлен ею. Вторая наша продвинутая пользовательница пишет, что совершенно классная техника, триединство, тело, эмоции, интеллект отлично работает. Я рад, что вам понравились эти техники. И используйте их. Делитесь с нами своими достижениями. Просто пишите свой опыт. Этот опыт является бесценным. И он поможет нашим начинающим пользователям развиваться и видеть, как вы работаете с нашей технологией Ведопульс. Как ее внедряете в жизнь свою. Как помогаете своим пациентам, клиентам и каких достигаете результатов. Пишите свои вопросы для следующего вебинара «Встреча без галстуков». Отправляйте карточки на Ведопульс к нам, службу поддержки. Ну и просьба делать это не в последние дни, а равномерно в течение месяца. Потому что, ну, несколько карточек пришло в начале, и часть пришла буквально уже вот в субботу-воскресенье. То есть нам нужно тоже время, чтобы подготовить вам ответы. Всего вам доброго и благодарю за внимание. Оставайтесь с нами. Практикуйте традиционную китайскую медицину и аюрведу с нашим любимым Ведопульсом. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...